Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Alex Kinder Toys. Поздравляю моих любимых и прекрасных зрительниц и подписчиц с 8 марта. И в честь праздника сегодня мега выпуск сюрпризов для девочек. Барби, куклы Лол, принцесса Дисней, Пикми Попс, Май Литл Пони, Хайрдораблс, Хеллоу Китти и многое другое. Будет интересно. Ставь лайк и поехали. Начнем с коробочки принцессы Диснея от Hasbro. Внутри вкладыша нет. Коллекцию можно посмотреть вот здесь. Три фигурки тут видно и все. Маловато как-то. Игрушек там больше, это я точно знаю. Неожиданная принцесса попалась. Это Аладдин. И сегодня у нас вместо Жасмин. Похоже тоже решил вас с праздником поздравить. А что, смотрите какой красавец. В белых шароварах и куртке на голое тело. Лицо прокрашено отлично. Пышные волосы с челкой. А вот шапочку ему закрасили в цвет волос. Поленились. И босые ноги. Ведь Аладдин воришка, живет на улице. И все и ищет, чтобы такое стянуть. И тут он увидел Жасмин и понял, что ему больше всего надо в этой жизни. Шоколадный шар Чупа-Чупс Царевны. В коллекции всего 7 игрушек. Аленка. Она же царевна Елена Прекрасная. Приехала учиться в школу Дивногория. Фигурка, ну, очень маленькая. Прикольная серебристая корона. У остальных, по-моему, золотые на голове. Вот смотрю я на нее и прям вижу Эльзу. Правда ведь они похожи? Еще стоит отметить золотистые подставки в этой коллекции. Царевны на других стоять и не будут. А теперь откроем коробочку от Фрэш Тойз. Самая таинственная школа Ави Скул. Внутри у нас пакетик с мармеладом. И с игрушкой. Кладыш отдельно положили. Коллекция небольшая. Всего 6 игрушек. Мне попался Ники Фокс. Если нужно разработать особенно коварный план, обхитрить, заинтриговать, обвести вокруг пальца и при этом выйти сухим из воды, то никто не может сделать его лучше, чем Ники. Не зря же у него фамилия Фокс. Хитрый как лиса. Какой он весь блестящий, как будто лакированный. Особенно штаны сверкает. Наряд у него, конечно, своеобразный. Я бы такое не одел. Ники Фокс может превращаться в лесу. А еще он дружит с корешем-лисенком по имени Тенка. Лисья банда. Мохнатая у него тужурка. Шарфик теплый. Волосы рыжие, как и полагается, настоящему Фоксу. И маленько он подкрасился. Наверное, у них это принято в Айви Скул. Шоколадное яйцо Барби от Зайини. Странная штука попалась. Будем разбираться. В коллекции у нас пять фигурок Барби. А также попадаются колечки. Мне, судя по всему, попалась Барби. Это, скорее всего, платье было. Никогда бы не подумал, что это часть фигурки. Похожа на какой-то громкоговоритель. Или патефон. Но нет. Есть туловище. Скрепляем вот так. И у нас получилось Барби с радужной юбкой. Прозрачной. Выглядит, конечно, так себе. Не очень похоже на платье. И Барби темнокожая. Сейчас это в тренде. С пышными волосами. Сложила ручки на груди. О чем-то мечтает. А так, в принципе, фигурка смотрится неплохо. Если б не это платье. Свитбокс. Но не коробочка, а пакетик. Серия Enchantimals. Вот такая тут коллекция. Интересно, вкладыш внутри будет. Пакетики в пакетик. Матрёшка. Встречайте, продолжение коллекции Enchantimals клуб стал больше знакомить с новыми волшебными подружками, их любимыми свирюшками. Десять фигурок. Прина, пингвина и Джайла. Самая дружелюбная из всех. Когда приезжает её в фургон с мороженым, подружки знают, что их ждут вкусные лакомства. У Прины есть зверюшка Джайла. Хотел бы я с ней дружить, чтобы мороженое есть. И мне попалась не Прина, а её зверюшка Джайла. Вот такая классная пингвиниха. Только непонятно, где у неё лапы. Или это юбочка такая. Коротковата. А, ну хотя у пингвинов-то маленькие ножки. Так что всё похоже. Может нам ластой. И зажмурилось от удовольствия. Похоже вкусное мороженое съела. Пластиковое яйцо My Little Pony. Внутри пакетик с мармеладом. Вкладыш. Собери коллекцию любимых My Little Pony. Шесть брелков с любимыми персонажами. И мне попался брелок с Fluttershy. Он сделал из резины. Здорово, что брелок объёмный. Здесь вот выпуклая поняшка. А не нарисованная. Жаль, на другой стороне ничего нету. Есть отверстие, чтобы прицепить верёвочку. Розовый киндер сюрприз Apple Aido. Что у нас тут? Кто-то резвый выскочил из яйца. Теперь понятно, почему игрушка выскочила из капсулы. Ведь эта лошадка, да не простая, а с крылышками, может и скакать, и летать. Это же, по-моему, сверху седло. А где всадник? Непонятно. Сделано неплохо. Мне нравится, как она переливается. Как будто шоколадная. Крылышки у неё, конечно, так себе сделаны. Пакетик Маджики. Принцессы и питомцы. Лили и Хейзел. Какая большая картинка. Принцесса Лили и Хейзел. Приятный медвежонок. А вот так выглядит вся коллекция. У каждой принцессы свой зверёк. Попалась ещё одна эльзоподобная принцесса. Платье-то у неё какое длинное. По полу волочится. Хорошо пол подметать. Длинные волосы, как у Рапунцель. Серебряная корона. Хм, их у всех серебряные короны. У Эльзы, у Аленки, у Лили. А самое прикольное, это её питомец, медвежонок. Пока она его легко держит на руках. Но вот когда он подрастёт, сам будет её таскать. Медведи-то огромные. Платье у принцессы покрыто глиттером. От этого она сверкает. Пластиковое яйцо Барби. Кладыша внутри не обнаружена. Но обнаружена цуколка. Кто-то повыпадало. У этой Барби уж больно большая какая-то голова. Непропорционально развита. Розоволосая в розовом платье. Каблучки подобрала под цвет ног. Ну или просто её так покрасили. Ножки, ручки у фигурки не двигаются. А вот голова подвижная. В принципе, более-менее. Но всё равно голова сильно большая. И в комплект идёт накладное платье. Розового цвета. Можно сказать, это фартук. Может, она поваром работает. И вот такой кулончик или сумочка в виде сердечка. Шоколадный шар-чупа-чуп свинка Пепа. Вот этот шарик старенький. Шоколад уже несъедобный. Потихоньку извлечём капсулу. Коллекции всего 9 игрушек. Рыжая кошка по имени Кэнди. Подружка свинки Пепе. В средневековом костюмчике. Классный у неё колпак с кисточкой. А ещё мне больше нравится её массивная золотая цепь с медальоном. Зажиточная, видать? Колечко Май Литл Пони. И инструкция. Кольцо отдайте. Пластиковое кольцо, похоже на печатку. Но сюда надо ещё прицепить поняшку. А чтобы её прицепить, нужно её ещё найти. Потому что пони надо отмыть. Судя по всему, это радуга Дэш. Кто чумазой нам попадётся, того мы обязательно отмоем. Краска сразу начала слазить. Вода тебе розовенькая. Даже поняшкам иногда стоит принимать ванну. Отмыли. Но я всё-таки думаю, что это Рэйнбоу Дэш. Хотя хвост и гривы у неё почему-то однотонная красного цвета. А тело кристальное. Большие глазки радостные, что помылось. Так. И китюмарочка-то у неё Рэйнбоу Дэшерская. Вот точно она. Но цвет странный. Поняшка вставляется задними копытами в отверстие. И прочно стоит на кольце. Одевайте и носите свою пони на пальцы. Но не знаю, насколько это удобно. Теперь давайте откроем интересный сюрприз. F. Some Blossoms. От Спинмастера. Вот такой горшочек. Из которого вырастет куколка. Листочек лейка. Субстанция. Горшочек красивый. Откроем крышку. И здесь у нас картонные украшения. В виде цветов, подушки и сумочки. Эту штуку пока уберём. Посмотрим на вкладыш. В этом сюрпризе нам говорят, что можно найти ультраредкую куколку с бриллиантом в короне. Но я думаю, это фантастика. А вот какую-нибудь из этих мы точно с вами найдём. Хотя может быть в честь 8 марта и попадётся эта ультраредкая кукла. Было бы круто. Берём стаканчик. Ставим туда вот эту капсулу. Дальше засыпаем удобрения. Удобрения ничего не вырастет. Засыпали полностью. Ну а чтобы у нас что-то выросло, нужно полить. При помощи вот этого листочка лейки. Вода у меня осталась. Прогрязноватая. Но ничего страшного. Так, поливаем. Маловато что ли? Ещё льём. Давай, вырастает что-нибудь. Пока ничего. Может, водички маловато? Да сколько можно его зазаливать? Будем ждать? Или ещё поливать? Как вы думаете? О! Выросло! Вот это неожиданно! Я аж испугался. Что же у нас тут выросло в горшке? А выросла у нас маленькая куколка. С каким-то интересной штукой на голове. То ли это рога, то ли корона. Прическа, смотрите, какая классная. Огненная. Аккуратно бы её извлечь. Куколка, конечно, маленькая. Для такого большого стаканчика. Но выглядит классно. Макияж у неё классный нанесён. Волосы я уже говорил, что мне понравились. А это всё-таки кора. А это всё-таки корона. А не рога. А были бы прикольно. Рогатая девчонка вылезла. Ой, они ещё мягкие. Голова у куколки вращается. Ручки подвижные. А, и она ещё может сгибаться вот так. Назад, вперёд. Прикольно. Но маловато. Ну и, конечно же, бриллианта мы с вами не нашли. Всё-таки, наверное, это не корона у неё на голове. Так как кукла вылезла из цветка, значит, это цветок. Вырос прямо из макушки. Но не повезло. Бывает и такое. И она из вот этой компании Fashion Bus. Обычная кукла. Нередкая. А из крышки для куклы можно собрать целый дом. Украшена цветами. Здесь она будет спать. У неё тоже подушечка есть. Положим в кроватку. И сумочку. Пока не пригодится. Берём куклу. Укладываем. И чтобы ветром не задувало. Есть купол. Всё. Игрушка готова. Шоколадное яйцо Шоки Токи Кейв Клаб. Пещерный клуб. Собери всю коллекцию. Игрушек немало. Целых 10 штук. Пещерные девчонки со своими пещерными питомцами. Мне упалась девчонка с очень сложным именем. Роа Ралай. Просто так не выговоришь. Интересный у неё ободок в виде ушек. Очень пышные волосы. Конечно доисторическое платье. И шкуры упитого животного. В общем похоже она на дикую амазонку. О, у неё ещё даже усы есть. Ммм. Кошка. Коробочка Холодное Сердце. Серия 2 от Хасбро. Вкладыша внутри нету. Можно увидеть коллекцию вот тут. Шесть игрушек. Внутри два свёрточка. Каждая фигурка идёт аксессуар. И мне попался северный олень по имени Свен. Не пугайтесь, у него не такое конечно лицо. А вот такое радостное и он нам подмигивает. Но оно не одно. Можно прокрутить. И будет вот такой Свен. Тоже радостный. Похоже он никогда не унывает. А крутить его можно. Внизу. Вот за эту штучку. Раз. Два. Какое хотите, такое и делайте. Маленькие рожки. Видно Свен ещё маленький. И весь снежинками покрыт. Вот это здорово придумали. Ну и раскрашен конечно классно. Вообще люблю фигурки от Хасбро. Чёткие они. А что же у нас во втором свёрточке? А здесь корзинка. А почему пустая? Похоже еду Свен всю съел. Можно повесить эту корзинку ему на ухо. Или на рога. Больше никуда. Можно за грибами в лес пошёл. Или за ягодами. Киндер сюрприз. Фея Дисней. И другие игрушки. 2014 года. Фея нам сегодня не попалась. Попалась какая-то сборка. Девчонки-подружки. То ли они примеряют наряды. То ли это просто какая-то у них вечерина. Всё-таки это какой-то клуб любительниц шопинга. И вот такая большеглазая девчонка с золотистыми волосами. В большой сумке с цветочками. Принесла различные наряды. А наряды у неё вот такие. Они сделаны в виде наклеек. Ну любой вкус и цвет. Какой захотите, такой и приклеите. Ещё один свитбокс в пакетике. Принцессы Диснея. Вкладыша нет. Посмотрим тут на всю коллекцию. Мерида, Жасмин, Бель, Аврора, Золушка, Рапунцель, Ариэль и Белоснежка. А вот и Жасмин. Теперь у Аладдина будет пара. Красивое у неё платье. Верхняя юбка прозрачная. А под ней кристальные шаровары с блёсками. Всё смотрится круто. Также кристальная подставка. В руке она держит лампу Аладдина. Оттуда Джинни вылезет. По качеству фигурка мне нравится. Классная коса. Я думаю не зря Аладдин ей заинтересовался. Пикни Попс Чики Павс. Ароматизированный пушистик с блёсками внутри. Ну и сложно было освободиться от упаковки. И вот такой у нас флакончик. Покрытый блёсками. Как будто кристальный. Slow Wind. В таком духе обычно продают. Крышечка снимается. И внутри вкладыш. В коллекции более 40 игрушек. Каждая игрушка обладает своим ароматом. Магнолия, черника, пион, лесная ягода, маракуйя, гордыня, жимолость, клубника. Вот такие тут наборчики с одним героем. Они бывают обычные. Также есть редкие. Есть специальный выпуск. Сияй, мерцай. Это из мега наборов. Наверное, не отсюда. Сейчас понюхаем. Чем наша игрушка пахнет. Вот такой пушистик зелёного цвета. Даже не зелёного, а такого мятного. Скорее пахнет мятой. Нет, не мятой. Каким-то одеколоном. Или парфюмом. На вкладышу потом разберёмся. Чем конкретно. Синий бантик у него зажмурился. Пушистик прикольный. Ещё бы стоили эти сюрпризы подешевле. Судя по всему, это флефинс. Ленивец. Только цвет бантика почему-то отличается. Фигурка обычная. Вот этот кругляшок значит, что пахнет он жимолостью. Но я, кстати, смутно представляю, как жимолость пахнет. Так что вполне возможно. Ну-ка вы понюхайте. Чем пахнет? Шоколадное яйцо Винкс. От Заини. В этой коллекции есть фигурки, а есть колечки. Ошибся я. Это не колечки, а резиночки для волос. Хотя можно использовать их как колечко. Надел. Висит неплохо. И здесь в сердечке изображена одна из клуба Винкс. И если мне не изменяет память, то это Стелла. Светбокс в привычной форме в виде коробочки. My Little Pony. Мармелад. И игрушка в пакетике. Всего в этой коллекции шесть поняшек и один дракончик спайк. Радуга Дэш. Моя любимая поняшка. Она одновременно надежный друг и всегда готова к приключениям. Самая шустрая, радостная и подвижная поняшка с шикарной гривой и хвостом в цвет радуги. С прикольной кьюти маркой. Крылышками вышагивают. Серьезным видом. Одну бровь опустила, чтобы придать себе значительности. Фигурка сделана классно. Кстати, игрушки в этой коллекции сделаны в стиле чиби. Большие головы, маленькое тельце и огромная подставка. Пластиковое яйцо Hello Kitty. Хрустящие шарики с кремом. И надеюсь с игрушкой. Шарики с кремом присутствуют. Игрушка тоже есть. Вкладыш, к сожалению, отсутствует. Смотрите, какая интересная фигурка. Hello Kitty в виде вампиржа. А может и нет. Просто мне вот этот воротничок напомнил графа Дракула. Но скорее всего это просто у неё такой наряд. Платье. Бантик красненький. Под цвет большого банта на голове. Отличительная особенность Hello Kitty. Белая усатая кошечка. Только вот усы у неё где-то за глазами находятся. А у всех обычных котов из носа растут. В принципе фигурка неплохая. Очень хотелось бы посмотреть сколько всего игрушек в коллекции. Ещё одна серия принцесс Диснея от Hasbro. Секретный стиль. В коллекции всего шесть принцесс. Попалась красавица Белль. Из сказки красавица и чудовища. Тут она одета в своё повседневное обычное платье. С классными синенькими туфельками. Платье кстати резиновое. У фигурки двигаются ножки. Ручки тоже подвижные. И голова вращается. По качеству всё прокрашено отлично. Красивые у неё зелёные глазки. Прическа классно сделана. Сегодня принцесс нам попалось немало. Шоколадное яйцо Шуки Токи. Сказочный патруль. Все в коллекции десять игрушек. Дракоша попался. Однотонная фиолетовая фигурка. Дракоша ещё очень маленький. Поди летать не умеет. Крылышки-то малюсенькие. Не хватает этой фигурки красок. Хотя может быть дракон подрастёт. Раскрасится. Теперь давайте откроем самый большой сегодня сюрприз. Hairdorables Pets. Это вторая серия. Внутри нам обещают 25 новых питомцев. И 8 сюрпризов. Коробочка красивая. Да и зверь тут должен немаленький сидеть. Открываем перфорацию. А точно забыл. Она же как домик открывается. На липучке. Так, написано 1-2. И тут питомец. А здесь его комната. И похоже мне попался пёс. Скорее всего и девочка. Труба, по которой пёсики любят бегать. Качели в виде покрышки. И ещё горка. Откроем первое окошечко. И в нём сердечко напоминает леденец. Скорее всего это собачья игрушка. Или лежанка. Или сиделка. Или пищалка. У собак всяких приколю хватает. И наклейки. Второе окошко. Фотка. Так. Эта собачка очень напоминает лисёнка. Неужели она нам попадётся? Тогда это большой спойлер. Также тут есть ободок. Или это маска. Скорее всего маска одевается на глаза, чтобы спать. Но собаке-то такая не нужна. Собаке без масок спать будь здоров. О, кружечка. Прикольно. Перед тем, как открыть последнее окошко, посмотрим на вкладыш. Вот такая тут коллекция. Игрушки могут попадаться ещё в разных видах. Вот, например, эта кошка. Такая обычная, а такая редкая. Лошади есть. Это вообще львы, похоже. А вот это зайчики. Хотел бы их найти. Но по-любому здесь их не будет. Мне, скорее всего, попадётся вот эта вот лисичка. Если это лисичка. Так как мы нашли уже сердечко, и кружку, и маску. Пудели тут есть. Единороги. Сейчас откроем и всё узнаем. Танго. Как я и думал. Только кто вот это? Собачка или лисичка? Хвост пушистый. Может как у собаки быть, так и у лисы. Ушки, ну уж больно похожи на лиси. Не, ну скорее всего, это пёсик. Судя по будке, уж лисы точно в будках не лазят. И по горкам не бегают. Делать им больше нечего. У собачки есть классный пушистый хвостик. И пушистая грива, как у лошадки. Всё это можно расчёсывать. А мне нравится, как у неё локоны один глаз прикрывает. Лисичка становится хитрющей. Всё-таки я буду думать, что это лисичка. Хоть она и живёт в будке. Она не виновата. Хозяин туда её запихал. Она может одевать вот такую маску. А дело спать легла. Пить из чашечки. Хотя ей больше миска подошла бы. И сидеть на такой штуке. Как вам такая фигурка? Интересно, голова у неё крутится? Крутится. Здорово. Киндер сюрприз принцессы Дисней. Королевские питомцы и другие игрушки. 15-го года. Так, серийная капсула. Капсула-то серийная. Но вот игрушка не очень попалась. Так как помимо принцесс, их питомцев, попадаются в этой серии украшения. Вот такое колечко в виде цветочка. С пестиками. И здесь у нас изображена Ариэль со своим любимым питомцем. Осталось открыть последний сюрприз. Шарик Лоу. Color Change Surprise. Я такую серию ещё ни разу не открывал. Ну, с перфорацией у меня как обычно. Первый слой сняли. И здесь подсказка. Подсказка невидимая. Водичкой что ли полить надо? Тогда мне нужна помощь. Поспишь на полу пока. Возьмём листик поливалку. Наберём воды. И покапаем. Реально подсказка проявилась при помощи воды. И тут у нас шар плюс звезда. Хм, что бы это могло быть? Future Star. Будущая звезда. Подсказка ясна. Следующий слой. Весь такой в капельках воды. Даже капельки в виде сердечек есть. Оформлено, конечно, здорово. Интересно, когда-нибудь у производителей Лол Фантазия закончится? Перестанут они выпускать куклы. Сняли следующий слой. И тут ничего нет. Но уже волны пошли. Ура, перфорация сработала. И шарик цвета морской волны. Красиво. Откроем сразу всё, что видим в боковых ответвлениях. И находим сразу чёрно-белые ботинки с большой шнуровкой. Что ещё нам положили? Пакетики бумажные. Бутылочка для воды. Куда же без неё? Дальше откроем верхнюю крышечку. И здесь у нас стильный костюмчик. Шорты и рубашка. Рубашка золотая, шорты чёрные. Кстати, отлично подходит под цвет бутылочки. Да и под ботиночки. Открываем шарик. Внутри большой пакетик с куклой. Пока его в сторону отложим. Вот это маленький ещё пакетик есть. Неужели это всё? Золотая цепочка. Ручка для шарика. Инструкция. Вот такая кукла мне попадётся. А в ней в комплекте ещё маленькая сестрёнка. И их питомец. Целое семейство. На вкладыше изображены все три коллекции. Маленькие сестрёнки, большие питомцы. Всего кукол в этой серии 12. Есть редкие, утро редкие, обычные. И мне, судя по всему, попалась диджей. Костюмчик один в один, как у нас. А ещё тут положили какой-то штрих-код. Непонятно. Давайте уже достанем нашего диджея. Диджей девочка темнокожая, с большими глазками, крутыми ресничками и розовыми губками. Покрасила их под цвет своих волос. Причёсочка неплохая. Ружские куклы двигаются. Голова вращается. Ножки тоже подвижные. Осталось узнать, какие у этой куклы есть сверхспособности. Сначала опустим куклу в холодную и горячую воду. Посмотрим, что произойдёт. В горячую. В горячей ничего не произошло. Теперь в холодную. А вот в холодной произошли изменения. У неё появились вот такие розовые прядки. Так, как быстро всё меняется. Давайте тут вам покажу, чтобы видно было. Ещё на глазу у неё проявилась звёздочка. Она быстро исчезает. Опускаем в горячую воду. Прядки нет, звёздочки нет. В холодную. Всё появляется. А на теле ничего не происходит. На теле ничего. В общем, появляются розовые пряди и звёздочка на глазу. Color change detected. Теперь напоим нашу куклу. Так, попила. Нажимаем. Плохо зашла вода. Всё вышло обратно через рот. Больше кукла ничего не может. Ну и давайте её оденем. Вот такая диджейка у нас получилась. По-любому любит рэпчик. Судя по костюмчику. Вот такие классные игрушки мне сегодня попались. Мегавыпуск в честь 8 марта получился отличный. Больше всего мне понравились кукла Лол Диджей, Жасмин с Аладдином, Свен Грибник и Рейнбоу Дэш. А вам какие игрушки понравились? Напишите в комментариях. Ещё раз поздравляю с праздником. Всем пока. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Жмите на колокольчик. Делитесь видео с друзьями. Ставьте лайки. Пишите интересные комментарии. Ну а я пойду по пичайку. Со сладостями. Субтитры сделал DimaTorzok